Здравствуйте! В эфире передача «Православный календарь». Каждый год в этот день под звон колоколов ко всем храмам Альмитевского района стекаются десятки и сотни верующих. Великая суббота – это один из самых необычных дней в году. И не только потому, что это единственная постная суббота в году. В этот день весь православный мир вспомнит о пребывании Спасителя в огробе, а позже не упустит возможности сообщить всем радостную весть. Спаситель воскрес! Последние минуты Великой Субботы в соборе Казанской иконы Божией Матери наполнены радостным ожиданием торжественного пасхального богослужения. Праздник Воскресения Христова – главный и первый среди христианских праздников. В храме те, кто захотел встретить Пасху в главном православном соборе района. Свыше тысячи прихожан терпели его, ждали полуночи. Трепет, конечно, потому что даже смотришь на такое убранство, и как бы, ну не знаю, волнительно очень. И вот, скажем так, мурашки по кружу бегут. Праздник еще не начался, но уже вот чувствуется настроение будущего праздника. Днем заходили, освещали ключи, служба тоже является одним из немаловажных факторов. Вот это в первую очередь вера в душе, и то, что мы приходим в храм, это непосредственно проявляет нашу душу и любовь к церкви, и непосредственно к самому празднику, один из самых важных праздников. Этот праздник заставляет пересмотреть ценности. Многие пришли с важной миссией – молиться за близких и за мир во всем мире. Как-то свечку поставишь, вроде помолишься, хоть и про себя, не вслух, и уже как-то на душе дети становятся. Светлый праздник, Пасха. Мне нравится очень. Звонят колокола, благовест возвещает о приближении Великой Минуты Воскресения. Возглавляет богослужение епископ Альметьевский и Бугульминский владыка Мефодий. На праздничной литургии в числе тысяч прихожан – глава Альметьевского муниципального района Айрат Хайрулин. До начала службы он поздравил жителей, отметив, как важно в современном мире не терять связи с глубоким историческим прошлым нашей страны. Мы с вашим Богом, свет, уют и добро. Распаде всех нас, Господь Богу. Аминь. Впервые за долгое время верхний храм Казанского кафедрального собора распахнул свои двери для верующих. Еще утром помещение выглядело так. Иконописцы города Палиха Ивановской области, трудившиеся над стенами и пределами, завершили свою работу буквально накануне. Вот только искусственная работа мастеров оказалась за неприглядной картиной из строительных лесов. Надежда Столярова рассказывает, вместе с прихожанами целый день трудилась над тем, чтобы привести храм в порядок. Вывезли леса, вычистили помещение от строительного мусора, украсили цветами. И уж вечером храм предстал перед прихожанами в праздничном убранстве и в новом облике. Самую основную грязь выбирали мы. Я прямо с такой сразу самостоянием пришла, потому что вот какую-то часть доли внесла тоже сюда. Леса стояли, то есть все не убрано было. Тут вообще страшная картина была, да. И поэтому сейчас вот смотрю, преобразился храм, это прям до незнаваемости. Но вера спасла тебя, что у каждого должна быть вера, во что-то нужно верить обязательно. Без веры человек жить не может. Вот. Вера в Бога – это самое главное, потому что, как говорится пословица, от без Бога до порога. И это еще не все преображения. Работа над оставшимися частями храма будет продолжаться. Хотя общая картина уже составлена. На стенах сюжеты Вселенских соборов, образы святых, события Священного Писания. Самое поразительное – это изображение Спасителя навогнутой плоскостью под куполом. Важно было добиться, чтобы снизу, под разными углами, хорошо просматривалась вся картина. Получилось великолепно, как будто свет исходит из образа Христа. А чуть ниже, посмотрите, собор украсили вечные сюжеты библейской истории, переменившие ход человеческой цивилизации. Это событие из земной жизни Иисуса Спасителя. Ровно в полночь начинается крестный ход. С иконами и пением молебного канона верующие обходят храм. Закрытые двери храма символизируют изгнание наших прародителей из рая. И только Спаситель открыл для нас снова райские двери. Когда в начале пасхальной утренни открывается вновь дверь храма, это символизирует открытие райских дверей. Прозвучал возглас «Христос воскресе». Владыка приветствует верующих и входит в храм. За ним проходят все участники крестного хода. После жизнеутверждающих возгласов «Христос воскресе» и ответов «Воистину воскрес!» начинается самая торжественная часть богослужения. Большинство верующих оставались в храме до конца праздничной литургии. Ночные службы в пасхальную ночь прошли в каждой православной церкви Альметьевского района. Пасха празднуется семь дней всю неделю, которая называется «Светлая» или «Пасхальная седмица». Каждый день недели тоже называется «Светлым». На «Светлой седмице» ежедневно совершаются богослужения с открытыми царскими вратами иконостаса, которые на обычной литургии закрыты в знак того, что Иисус навсегда открыл людям врата Небесного Царства. Весь период до праздника Вознесения, отмечаемого на сороковой день после Пасхи, считается пасхальным, и православные встречают друг друга приветствием «Христос воскресе» и ответом «Воистину воскрес!» Вот эта неделя вся, она радостная. Неделя, когда мы празднуем, неделя, когда мы радуемся. И даже в эту неделю мы не дерзаем пост держать. И более того, если мы хотим причащаться в «Светлую седмицу», как и называется вот эта вот неделя после Пасхи, то мы пост не держим. Мы просто вычитываем молитвы, приходим на исповедь и причащаемся. Но это, естественно, для тех христиан, которые держали весь пост. То есть нельзя вот так вот весь пост не держать и даже не пытаться его держать, а прийти на «Светлую седмицу», потому что можно вроде как прийти, не постясь, ничего не делая и причаститься. Естественно, нет. Но это вот радость для тех людей, которые, ну, все-таки старались в своей жизни, как-то вот во время Великого поста старались его соблюдать, пускай даже и не всегда получалось, и не всегда удачно, но все равно падая, нарушая пост. Все равно старались вновь вставать, идти на исповедь и просто продолжать держать. И об усопших мы также не молимся. А молимся мы об усопших начинаем с 10 мая. Но в этом году у нас небольшое исключение. Почему? Потому что вот перед 10 мая у нас, не знаем, День Победы, 9 мая. И церковь, естественно, вот этот вот подвиг, который когда-то наши деды, а у кого-то отцы, а у кого-то и сами люди, прихожане, да, они как понесли. И, естественно, мы молимся за тех людей, кто оставил свои жизни. И 10-го числа у нас будет мая радовница, потому что в этот момент мы своих родственников поминаем усопших. Берем яйца, куличики небольшие и тоже на кладбище несем. Для Бога ведь все живы. И когда мы приходим, всех своих родных с Пасхой поздравляем, близких людей, то людей, которых сейчас нет с нами, они ведь для Бога живы. И вот в сердцах они наши живы. Поэтому мы вот с этими яйцами приходим на кладбище. Но единственный один момент, что мы стараемся уже эти яйца на самом кладбище не оставлять, а раздавать тем людям, которые находятся рядом с нами. Или традиционно раздаем их малоимущим людям. Или тем людям, которые просто рядом с нами. Почему? Потому что в древности, когда оставляли на кладбищах какую-то еду, то было много странников. Тех людей, которые просто проходили мимо деревни, и проходили, естественно, мимо кладбища. Они шли мимо могил, брали ту еду, которая лежала там, приготовленная. Молились за того человека, какое имя видели на кресте, и шли дальше. Почти год помещение любимого собора выглядело так. Здесь не проходили службы, не звучали песнопения. За исключением того дня, когда в собор казанской иконы Божьей Матери были привезены знаменитые святыни Симбирской земли, а также иконы Троеручицы, Святой горы Афон. Но и тогда леса не убрали, просто сдвинули в сторону. Церковная служба так и прошла на фоне неприглядной картины и строительных конструкций. Все это время над образом собора храма трудились мастера знаменитого города Палеха Ивановской области. Так что Альметьевск для художников практически стал родным. Были лето, были осенью, были зимой, весной, все сезоны. Летом очень понравился ваш парк. Замечательный, такая красота, необыкновенная фигура вот эти сделанность. Осень запомнилась тем, что мы сходили на концерт Геннадия Ветрова здесь. Он зашел сюда в храм и пригласил на свой концерт. Мы побывали зимой. Чем запомнила зима? Ну, весна. Ну, тут как-то такие были рабочие моменты. Мы, конечно, в город ходили, гуляли по улицам. Мария рассказывает, что сложность этой работы не в страхе подняться на большую высоту и не труд в дни строгого воздержания от пищи. Ведь трудились весь Великий пост. А в том, что некоторые моменты даются особенно сложно. Именно ей пришлось работать над сюжетом о распятии спасителя. Нужно передать все эмоции, которые есть у тебя в этот момент, в голове. Когда ты пишешь «Срадающего Христа», тут очень серьезные мысли посещают. Очень все это, очень все непросто. Как-то стараешься откинуть от себя все лишнее, ненужное, какие-то суетные такие моменты жизни. Хочется передать всю глубину вот этого события. Большую часть росписи занимают сюжеты Вселенских соборов. Вселенские соборы, которых было всего семь, собирались для уяснения вопросов веры, непонимания или неточные истолкования которых вызывало смуты и ереси в церкви. Также на соборах вырабатывались правила церковной жизни. Это как бы, ну, дело здесь не только в технике, дело еще в стиле. Это сделано, выполнено условным стилем, таким вот, настоящим иконописным, каноническим стилем. Вот, не реалистичным, не каким-то, не авангардным, а настоящим каноническим стилем, который принят в нашей Пальской иконописной школе. Вот, у нас иконописная мастерская Пальская, поэтому мы пишем в традиционной для Палиха манере. Пасху художники Пальской иконописной мастерской встретили уже на родине, но непременно обещали вернуться в нефтяную столицу, чтобы снова удивиться открытости альметьевцев и подарить жителям свой труд, который долгие годы будет украшать стены любимого жителями храма. Настало время прощаться. Это была передача «Православный календарь». Всего хорошего вам, и только добрых и радостных вестей. Субтитры создавал DimaTorzok